ваше здоровье дорогие друзья мои как красиво да не знаю людей которые не понимаю не людей которые играют с модом на постоянный день вы же решаете себя прекрасных рассветов смотрите как красота это еще солнышко было понемножечку скрыто но вообще блин круто же ну а ведь я отвлекся короче продолжаем играть с вами с тест векторе прошлой серии мы с вами нахреначили вот такую принципиальную схемку на радиаторы и сегодня мы попробуем это уже более логично как-то расположить потому что нам еще как-то надо будет логично расположить всякие там переплавки который и прочую другую дичь которая сейчас у нас пока вообще никак нигде не расположена ну в общем то давайте тогда наверное приступать так ну и начнем мы наверное с того что нам надо примерно прикинуть где у нас будет располагаться станции дальше здесь у нас некая станция уже типа есть наверное это будет станция с железом железа нам же надо будет сюда притащить правильно железа нам надо будет сюда притащить потом это железо надо будет еще во что-то переплавить сплавив его с чем там сколько сама его будем сплавлять а теперь нам нужно еще один кусок нам нужен для станции как нам это все туда загнать и куда нам это все можно будет повернуть так ну давайте примерно так давайте примерно представим себе примерно представим себе где у нас может располагаться станция потому что нам надо будет еще к ней приехать гимда образом к этой станции так если она будет располагаться вот в эту сторону из пяти блоков станции так здесь станция будет из пяти блоков вот в эту сторону то она у нас упрется в скалу так нос упрется в скалу допустим в скалу мы ее упирать не хотим даже может быть мы оставим тут место чтобы вниз можно было спихнуть какие-то кусочки даже наверное вот так вот мы оставим место так оставим место и здесь тогда у нас будут какие-то элементы которые можно будет подфигачить так ну допустим сделаем пока что вот так так теперь нам нужно еще три блока таких же три блока таких вот в эту сторону здесь у нас остается некая дырка уйо-юйо остаётся у нас некая дырка некая дырка у нас тут старئ commerce погоди 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 и вот здесь вот можно будет уже располагать станции ну допустим давайте сейчас если бы я точно за руках оно будет располагаться был зашибись но я точно не знаю поэтому будем немножечко импровизировать так давайте мы возьмем проложим сюда сколько там нам блоков то надо на поворот поворот нам надо там два блока но мы можем из 3 повернуть на самом деле так до таски вам например вот куда-то вот сюда так и здесь поворачиваем так вот там надо на какой вот на это надо повернуть и вот сюда вот поворачиваем повернули значит там у нас есть некая тупиковая штука и здесь мы так здесь мы повернули и давай пару блоков наверное мы отойдем чисто в санитарных вот таких вот от угла так ну допустим здесь мы можем расположить некие станции нам нужно будет расположить станцию с нефтью и станцию с бокситами нам надо будет сюда запихнуть так нефтью и с бокситами нефтью и с бокситами нефть целесообразно наверное будет запихивать куда-нибудь сюда боксит куда запихивать на самом деле я хрен узнать так ладно даем тогда тут штуку доведем куда-нибудь вот сюда например так доведем вот эту штуку например вот сюда так довели так штуку довели довели штуку довели штуку довели штуку так отсюда мы как-то допустим за спиной мат эти разбиться сумел за спиной вот этого всего мы сможем протащить некие конвейеры трубы и всякие другие вещи для разгрузки всего этого дела ну по крайней мере как мне кажется в данный момент вопрос только насколько именно насколько именно мне надо будет все вот это дело но блин нефти мне надо будет прилично не бы хотел сказать что многое нее не потребуется но нет много ее потребуется нефти там надо будет прям совсем прилично но будет запитать здесь получается 5 заводов и здесь еще 4 9 заводов 9 заводов по 30 ну а так приличненько но я думаю что на самом деле 5 этих самых пяти поездов 5 штук на самом деле должно хватить по крайней мере мне так сильно кажется что должно хватить вопрос теперь только в другом нам надо все дело расположить как-то оставив еще место под бокситы под железо и под катерий так ну допустим катере мы сможем разгружать где-то вот здесь и потом под землей отправлять который мы можем сделать вообще на входе так бокситы мы сможем сделать дальше где-то ну давайте дать прикидывать так ладно пока у нас нет четкого понимания давайте хотя бы примерно поставим значит вот у нас есть некая грузовая платформа которую мы поставить не можем потому что у нас нет станции так сейчас мы возьмем станцию тоже думал что станция это грузовая платформа так вот она станция нас должна быть расположена вот в ту сторону так у тебя поставить допустим вот так так вот вы оставим станцию на которую у нас будет прибывать нефть так этой нефти нам надо будет поставить грузовой платформы для жидкости вот в ту сторону направленная так ту сторону направленной здесь будет и не очень удобно переливать из одной в другую ну да ладно так два три четыре я думаю что пять будет достаточно мне кажется что прям должно хватить 5 5 бочек с нефтью нам должно хватить проблем тут только в том что нам надо будет либо нам надо быть первому тащить да да нам вытащить первому тут без вариантов так тогда где мои трубы так где мои тройки туда не туда простите так туда не туда значит мы отсюда будем тянуть вот туда значит и оттуда уже спускать я думаю что попробуем двумя трубами блин из такого этого нихрена не видать так если есть куда сюда встану быть лучше и должно быть лучше так соединяем вот эти вот и вещи между собой так эти соединяем вот эти соединяем и остается у нас две на выход так из которых мы сможем собственно забрать эту самую нефть эту самую нефть которую мы тут заберем нам надо будет перед тем как мы будем ее что-то с ней делать нам надо будет ее еще немножко складировать потому что иначе нам может не хватить запасов в трубах на время разгрузки здесь это может быть критичным если на основном производстве строго говоря похрену то здесь если мы хотим сделать по четкому прям все здесь будет не похрену тогда нам имеет смысл сделать куда-то проход вниз поставить бочки с этих бочек тогда уже запитываться дальше так вопрос только как мы будем это делать насколько низко и где у нас будет располагать все остальное принципе запас у нас по уровню есть нам наш только выбрать какой-то уровень по идее это должен быть наверно вот этот уровень чтобы у нас хоть какая-то была преемственность в этом во всем тут по идее нам надо вот на базе вот этого уровня тогда хреначить бочки ну давайте мы сделаем вот так что нам не платить бесчисленное количество разных уровней давайте сделаем вот такой пока что вот такой уровень так догоняем его до конца и так и у нас тут вот здесь вот да получается так и вырисовывается у нас как такая вот картина так это у нас в одно направление вырисовывается картина в другом направлении на нам даже не очень то и нужно хотя если мы там будем делать еще для какого-нибудь этого никаких не бокситов закрывашку ну давайте вот так вот тогда сделаем пока что пока что сделаем вот так значит есть у нас здесь некая такая вот фигня и нам надо будет подключить их 2 к бочке к бочкам вернее давайте вы возьмем некие промышленные бочки пока что примерно возможно мы все поменяем еще потом так промышленной бочки то у нас что организации так промышленная цистерна промышленная цистерна надо так их поставить Чтобы они здесь нормально встали Встанет здесь одна только промышленная цистерна На такую штуку Ну одна и одна, ладно Строго говоря, не критично Так, а мы ее Никогда быстро не можем переставить Хорошо, одна Одна должна стоять прямо вот строго По бочине, так, если мы отсюда Будем спускать трубу, то начиная Ну где-то вот с этого Наверное, куска Так, проверяем Так, вот встанешь ты дальше Мне надо таких несколько штук Просто чисто для солидности На самом деле мне бы хватило одной Потому что единственная ее задача Это будет держать Давление в течение 25 секунд Пока у нас идет разгрузка Все, больше от нее ничего не потребуется Ну да допустим Так, делаем их вровень Со станцией Чтобы было симметричненько И откуда-то отсюда Наверное, дальше можно будет уже спускать Так, пока подключать их Особ между собой не будем Потому что может еще что-то поменяться Чтобы не плодить слишком много Бесполезного Так, берем теперь отсюда Снизу И через вертикальный Нет, не этот режим Так, если наоборот Нам надо наоборот Или вниз Да, вверх А, блин, ты здесь вот так вот хочешь повернуть? Кулылан, нехороший человек Нет, так поворачивать не надо Так, не надо поворачивать Так, твоя задача А, он настоит четко по этому Значит, твоя задача, смотри, какая будет Мы тебя разворачиваем Так, ровно Не пойму, по-моему, не ровно Не, не ровно Да, кривовато уходит Так, значит, нам надо на одну единицку сюда спустить Так, чтобы было ровно Надо сделать вот так Так, попитка, номер И еще одна Вот теперь ровно Так, ладно, теперь ровно И типа вот так вот оно у нас в трубу заходит Значит, самотеком Все это у нас перетекает Перетекает Так, зашло сюда Ну, допустим Так, не, 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 удались Нам здесь не нужно Так, допустим Это у нас бочки Которые необходимы для нефти Значит, переработку этой самой нефти Имеет смысл делать под этими бочками Ну, по крайней мере Может быть, как звучит логично Или под бочками Или вообще Сделать ход слоном И поднять эти нефтезаводы Прям вот под станцию Чтобы вот здесь вот у нас был еще Один такой вот переходик небольшой А там дальше станция Так, вопрос только в том Что станции отсюда я не поставлю То есть, насколько их надо будет поднять Вот что мне интересно Насколько надо будет поднять такую штуку Чтобы она поставилась Но не упиралась Ну, давайте мы проверим это практическим путем Если мы не знаем, как поднять штуку Мы берем и поднимаем штуку Так, правда, я тыкать задолбаюсь Так, где там у нас Back, right, up Вот Это у нас control А, надо сначала закрыть, да? Так, закрываем И делаем control Control, I Так Поднимайся, давай наверх Так Так, вот так вот она у нас упирается Так Нам надо дальше поставить чуть-чуть пониже Ну, например, вот настолько Так Теперь Я просто хочу под ней Еще кое-что заделать Потом дальше И, в принципе, по идее У меня вот сейчас будет такая возможность Тогда Так, давайте смотреть Теперь мне надо методом тыка Нахреначить уровень Который мне подойдет Ну, чтобы метод тыка у нас работал гораздо эффективнее Мы сейчас делаем вот так То есть, вот примерно на этом Давайте на единичку опустим Чисто на всякий случай Вот у нас получился уровень На базе которого мы должны будем строить Наши очистительные Чтобы все у нас дело заработало Так Хорошо Идем тогда сюда Идем тогда сюда Здесь берем еще стекляхи И намечаем себе левел Так Воходу От этого растения Все-таки придется избавиться Если оно будет мешать И оно может мешать Вот эти вот две веточки Могут нам помешать в итоге В принципе, не факт, конечно Что они помешают Но могут Если помешают Придется что-то с этим делать Так Теперь запоминаем Значит Нам нужно было Пять Плюс еще четыре завода Значит Вот эти четыре завода Нам надо будет убрать Вместе вот с этим коксом Потому что кокс Нам надо будет переделать Немножко по-другому Так Всю вот эту вот дичь Мы отсюда убираем Она нам не нужна Так И вместо вот этой дичи Сейчас здесь будем Вырисовывать Какую-то систему Для переработки Так Да Куда она у нас может Доходить Данная система Ну Отсюда я думаю Что может Ну да Типа вот здесь вот У нас получился край Не знаю почему именно здесь Ну допустим Пусть будет пока Импровизированный край Хотя надо под что-то подравняться Надо ее наверное продлить До конца Тех цехов На которые я сейчас смотрю Сейчас мы это и сделаем После автосохранения Так Автосохранчик у нас прошел Поэтому Сейчас мы пойдем Доделать Там нам осталось В принципе-то Всего два кусочка И для того чтобы У нас совпали Уровни Вот этот вот с тем Нам надо всего два куска Ну давай два куска Сюда доделаем Чего бы нам Чего бы не доделал два куска Если мы можем доделать два куска Так Ну да Здесь явно Наверное у нас пойдет Станция с разгрузкой Котели По крайней мере Очень сильно на то похоже Туда у нас явно Должна должна быть Доходить тогда еще Бочечка А то может быть даже не одна Так Ну и теперь давай Прикинем место Сейчас прикинем место Где у нас Так Где у нас будет располагаться Кусочек переработки Кремель Я надеюсь Что располагаться У нас здесь будет Ну собственно Кто нам может помешать Так Этапы проектирования Одни из моих И любимых И нелюбимых Одновременно Во-первых С одной стороны Это самое прикольное С другой стороны Слишком много Объектов неизвестности У нас Ну собственно Как и у реальных Проектировщиков Я думаю Есть реальные Проектировщики В чате Напишите Что проще Здесь делать Или на чертежках Так Давайте Теперь Знаете Что сделаем Давайте Теперь Мы немножечко Отслюнимся В сторону Оставим Здесь Гипотетическое место Для гипотетического Подключения Так Ну-ка Сейчас Да Прикинем Здесь у нас Остается Дырка По которой Мы можем Спустить Сюда Необходимый Нам ресурс Еще Нам надо Будет Его потом Переработать Где-то В кокс Который Отправить Дальше Так Ладно Давайте Пока Что Сделаем Я просто Думаю Что мы Часть Наверное Будем Ускорять Потому что Их должно Было Быть Сколько Там 5 Плюс 4 Их должно Было Быть То есть Это у нас Вот раз Получается 5 Вот так Вот у нас Получится 5 5 У нас Получится Вот так Вот Плюс Если я Поставлю Еще 4 Как бы У нас Не закончилось Здесь Место По идее Вообще Не должно Бы Потому что С другими Переработками Там Не так Что И много Его Надо Но Тем Не менее Так Забираемся Сюда Ладно Давай Сначала Поставим Еще 4 Сюда И Сделаем Один Большой Резиновый Кусок Так Вот Это у нас Все Будет Заниматься Переработкой В резину Да Ставим Еще 4 Штуки В принципе Не очень масштабно Выглядит Нормально Выглядит Ладно Сюда С успехом И с очень большим Свистом Помещается Еще Переработка Этого Самого Называется Это Господи Вы поняли Переработка Этого Самого В общем Вы поняли Которого Так Теперь Нам надо Будет Собрать Здесь Выходную Часть И Собрать Потом Трубы Трубы С мазутом У нас Наверное Пойдут На самом деле Не знаю Где мы Где бы Запустить Труб С мазутом Не знаю Конвейеры По-любому Надо отпускать Здесь Потому что Смыслах Куда-то Прятать Вообще Никакого Вот Насчет Труб С мазутом Не знаю Так А мы Можем Здесь Поставить Чем Там Должны Делать Резину И Потом Скопировать Все Эти Рецепты И Отправить Эту Резину Куда-нибудь Вот Туда Не знаю Будет Он Копировать Рецепты Ну Дайте Попробуем Так Нам Надо Отправить Через Конвейерные Что там Соединители Вроде Как Он Прям Планирует Да Так Через Конвейерные Соединители Мы Отправляем Так Где там Ровно Нет Это Вроде Как Не По-то Он Подравнялся Или По-то Так Вот В ту Сторону Так Ну Сейчас Проверим Потом Не Потом Подравнялся Так Тогда Отменяем Аш И Смещаем На Единичку Так Вот Теперь По-то И Теперь Не По-то Так Ладно Отменяем Аш Смещаем Еще На Единичку Теперь Так Вот Теперь Под То Что Надо Значит Берем И Копируем Их До Самого Конца Так У Нас Их Девять Штук Так Схему Собрали Значит Здесь У Нас Была Резина Ты Скопировал Скопировал Красавец Вообще Разработчик Смарта Дай И денег И денег Тоже Кто хочет поддержать Разработчика Смарта Идите К нему На Патреон Так Теперь Нам Надо Будет Собрать Вот Здесь Некую Переработку Не Переработку Вернее Нам Надо Будет Отсюда Выковырять Мазут И Пустить Его В Переработку Дальше Я Вот Не Знаю Куда Его Пустить Его Можно Было Пустить Вниз Но Здесь У Нас Нефтеперерабатывающий Не Поэтому Вниз Мы Конечно Пустить Можем Но Тогда Будет Располагаться Где-то На этом Пятачке Что В принципе Тоже Не Является Большой Проблемой Либо Мы Отправляем Его Куда-то Дальше Вот Туда Так Либо Мы Отправляем Его Куда-то Дальше Вот Туда И Там Перерабатываем А Сколько Нам Кстати Говоря Надо Будет Поставить Завода Чтобы Переработать У 9 на 20 Сколько 9 умножить На 20 180 Так 180 Мазута У нас Здесь Получится Перерабатывается Его Сколько Перерабатывается Нефтяной Кокс 40 Так Так Понятно И Производится 120 Нефтяного Кокса В Минуту Так Ну Ко 180 На 40 Это У Нас Будет Четыре С Половины Завода Нам Необходимо Либо Прокачать Либо Прокачать Два Завода Например Переделать Его В Кокс Отправить Этот Кокс Куда-то Вниз Там Где Он У нас Должен Присутствовать Вообще Да По-хорошему Наверное Здесь Вот Надо Будет Ставить Еще Два Завода Сделать Вот Так Вот Небольшой Перерыв После Которого Делать Два Заводика Так Только Наверное Входящие Наверное Будут У него Здесь Вот Да Исходящие Будут У него Вот Там А Хватит Нам Два Завода Из Четыре С Половиной Ну По идее Должно Будет У нас Кокс Так Делать У нас Будет Кокс Мы Просто Берем И Ускоряем Так Насколько Мы Ускорить Должны Типа Три Завода Ускоряем Их Вообще Там В нулищу Прямо Ускоряем Так Скопировать Настройки Я Это Потом Немножко Подкорректирую Так Вставить Настройки И Сюда Тоже Вставить Настройки На Записи Корректировать Не Буду Потому Что Смысла Никакого Нет Нам Надо Сюда Притараканить Только Мазут Больше Нам Ничего Тараканить Не Надо Где-то Под Низом Вот Этого Всего Нам Надо Будет Проложить Трубу Которая Где-то В этом Районе Должна Будет Выйти И Сюда Подключиться Так Ну Давай Прикидывать Как Мы Можем Это Сделать Значит Здесь Мы Проложить Никак Не Хотя Кстати Говоря Может Быть Даже Подключиться Она Даже Скорее Подключиться Ну Ка Ну Подключиться Она Подключиться Но Это Только В том Случа Если Мы Прям Хотим Сделать По Центру Хотя Это Все равно Не По Центру Да Это Все равно Немножко Сбоку Но Мы Не Хотим Делать По Центру У У Нас Нет Какой Сверх Задачи Сделать Обязательно Вот Так Поэтому Мы Лучше Оставим Место Чтобы Можно Было Проверить Потом Функционирование Вот Этого Всего Так Ну Теперь Дальше Вопрос В следующем Как Нам Собрать Схему Внизу Под Вот Это Все Так А Если Я Ну Сейчас Погоди Секунду Если Я Удалю Я смогу Могу Вернуть А Я смогу Вернуть Так Если Я смогу Вернуть Тогда Давай Вот Так Сделаем Здесь Мы Удаляем Даже Целых Два Куска Здесь Удаляем Кусок Здесь Удаляем Кусок И Здесь Удаляем Кусок Так Эти Куски Мы С вами Удалили Теперь Мне Надо Будет Немножечко Опуститься Вниз Буквально На Так Насколько Нам Надо Будет Опуститься Вниз Давайте Не Ну Единичку Наверное Мало Ну Куда Ты Будешь Присобачиваться Если На Единичку Если На Единичку То Никуда Нам Нужна Еще Одна Так Окей Так Ставим Еще Одну Ладно Да Спустимся Ставим Еще Одну И Спускаем Тебя Вот Так Так Здесь У нас Встанет Под Под Ним Так Под Ним Переработчик Как Раз Встанет Прекрасно Раз Под Ним Прекрасно Встанет Переработчик Значит Из Вот Этого Уровня Мы Сейчас С С вами Сделаем Домик Для Трубы В Принципе Мы Можем Сделать Сего С Мазутом Мы Можем Сделать Вообще Даже До Конца Так Ну Давай Мы Делаем Вот Так Домик Для Трубы Так Домик Для Трубы Домик Для Трубы Вопрос Только В том Сейчас Пока Была Прикидка Вопрос Только В том Что Получится Ли У У Нас Теперь Подключиться То есть Если Я Поставлю Ну Например Так Ще Если Я Его Поставлю Блин Куда Буду Поставить Не Надо Залететь Наверх Так Теперь Сверх Посмотреть Ну Да Поставим Вот Сюда Например Потому Что Он Может Просто Не Хватить Расстояни Для Подключения Будет Там Какая Кривая Прикрывая Труба Будет Некрасиво Ну Так Она У нас И Будет Да Потому Что Какой Это У нас Вертикальный Режим Да Это У нас Вертикальный Режим То есть Такого Режима Нам Не Хватит Для Того Чтобы Подключить Нам Надо Проделать Вот Эту Штуку Дальше Она У нас Должна Располагаться Чуточку Подать Так Давайте Смотрите Где Она Должна У нас Располагаться Раз Мы Делаем Домики Для Труп Давайте Тогда Примерно Прикинем А мы Сейчас Прикинем Где Она Должна Располагаться Просто Спустив Отсюда Трубу Так Спустите Отсюда Трубу Чтобы Она Минимально Ровно Стала То есть Вот Так Значит У нас Вот Эта Ерунда Должна Располагаться Вот В этом Месте Но мы Можем Тогда Раз уж На то Пошло Значит Мы Можем Ее Немножечко Сместить Пусть Она По Центру Там Идет Сместите Ее И пусть Она Располагается Так Ща Вот Здесь Например Или Даже Еще Дальше Так Ну-ка Посмотрим Я думаю Что Да Еще Дальше Наверное Можно Прямо Чтобы Она Строго По Центру У нас Была И Тогда Будет Все Прикольно Так Давай Попробуем Попробуем Так Чтобы Сделать Ее Строго По Центру По Идеи Это Вот Так Да Это У нас По Идеи Вот Так Теперь Давай Берем Отсюда Ловую Фиговину Так Она У нас Подключится Мы Можем Даже Оставить И Так Конечно Но Тогда У нас Эта Хрень Частично Получается Стоит В В В В В В Нет Так Мы Оставлять Не Можем Может Быть Мы Могли Есть Для Этого Все Возможности Вот Теперь Будет Самый Геморрой Нам Теперь Надо Будет Расположить По Всем Вот Этим Вот Местам Эту Штуку Чтоб Она Еще У Нас Совпала Потому Что Магнитится Она Почему То Ни На Что Не Хочет Так А Если Отсюда Я Буду Ее Магнитить Надо Найти Какое Положение Из Которую Я Могу Да Так Вот С Такого Положения Смогу С Такого Положения Тоже Не Смогу Из Такого Если Присесть Короче Тогда Получается Ну Допустим Чего Бо Нет Да Это Конечно Не Очень Здорово Будет Еще Постоянно Приседать Ходить Но По Другой Страны Если Уж Мы Взяли За Такую Интересную Манипуляцию Давайте Так И Делать Так Это У нас Получается Центер И Здесь У нас Получается Центер Так Идем Далее Центер 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 Так Здесь У нас Уже Здесь У нас Уже Есть Так Вот Здесь Вот У нас Его Еще Нет Блин Трубы Эти Мешают Немножечко Передвигаться Так Еще Одну Зацепили Так Теперь Еще Одну Зацепляем Вот Здесь Когда Такую А я не там Поставилось Поставилось Хорошо Так Сносим Тогда Последнюю Штуку Вот Здесь И Последнюю Штуку Вот Здесь Есть 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 И Остается Последняя Геморройная Манипуляция Так Последняя Геморройная Манипуляция У нас Готова Ну Ну Теперь Теперь Конечно Большой вопрос В том Попал Я По направлению Если Я Попал То Все Зашибись Если Я Не Попал То Все Не Зашибись Так Где Мы Будем Подключаться Нам Надо Подключаться Снизу Наверх В У нас Получится То Что Надо По Подключению Так Ладно Значит Мазут Мы Сюда Подключили Он У нас Будет Немножко Перерасходить И В итоге По идее Все Должно Заработать Так С Мазутом Мы Разобрались Теперь Нам Надо Разобраться С обратной Конвейерной Лентой Для Начала Надо Чтобы Прошло Автосохранение Так Автосохранение У нас Прошло Теперь Нам Надо Будет Дособирать Вот Так Собрать Назад Полы Которые У нас Тут Образовались Все Дырки Которые Я тут Сделал Надо Заделать И Теперь Заподключиться Заподключиться Будет Геморрой Нам Мы Спускаемся Вот сюда Вот Вниз Теперь Надо Будет Постоянно Туда Сюда Летать Очень Жалко Что Отсюда Нельзя Навестись Вот Туда Может Можно Может Какой Ни Там Режим Который Типа Игнорирует Препятствия Нет Нет Такого Режима Очень Жаль Ну Ладно В принципе Тут Не Очень Много Так Вообще Если По Хорошему Просто Это Довольно Такая Кропотливая Манипуляция Все Равно Наверняка У кого-то Возник вопрос А что бы Не сделать Просто Плоское И Ответ На этот Вопрос Кроется В принципе В том Что Я просто Не хочу И все Никаких Других Причин По которым Я В данной Игре Делаю Те или иные Вещи Не существует Просто Мне вот Захотел Порыв души У меня Такой Раньше У нас Ядерка Была Просто Чтоб Она Была Теперь Как-то Мы Решили Сделать Чтобы Было Зашибись Еще Если Кто-то Скажет Что Да Это Не Зашибись Если Делать Зашибись То Зашибись Вот Мне Нравится Так Все Значит С этим Подключением У нас Готово Так Теперь Надо Соединить Все Эти Дребедения Между Собой Так Нам Надо Будет Соединить Между Собой По идее Давление Которое Они Генерируют Достаточно Для того Чтобы Они Спустились На Эту Высоту А Потом Поднялись Назад Так Стоять Что-то Не То Ты Делаешь То есть Здесь Никаких Насосов Нам Ставить Не Нужно Но Если Вдруг Что-то Не Заработает Тогда Поставим Так Теперь Надо Найти Где У нас Еще Неподключенная Дырка Вот Она Так И Соединить Еще Вот Эти Части Между Собой Так Соединяем 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 И Все Так Соединяем Соединяем И Все И Потом Нам Надо Будет На Эту Ж Штуку Где То Вернуть Назад Кокс Который Мы В ней Дальше И Пропустим Не знаю Правда Где Конкретно Мы Сейчас Это Будем Делать Но Сейчас Где Нибудь Сделаем То есть У нас Из этого Сего Будет Выходить Кокс Часть Этого Кокса Которая Никуда Не Войдет Будет Утилизироваться И Вообще Конечно Было Наверное Неплохо Вот Сюда Вот Прям Где То Здесь Не Будет Виден Отсюда И Будет Утилизировать Лишний Коксец А не Лишний Коксец У нас Будет Отправляться Уже Дальше Непосредственно Так В принципе Если Мы Вот Здесь Соберем Такую Схему Я думаю Что Будет Прям То Что Надо Так Давайте Мы Попробуем Так У нас Еще Здесь Заход Нет Никакого Да Да У нас Еще Срай Не Все Должно Поступать Ну Да Ладно Так Начнем Давайте Так Конвейерного Соединителя Так Конвейерного Соединителя Вот туда Вот направлю Так Стоять Ты у нас Неровно Да Стоишь Так Конвейерный Соединитель Вот так Ровно Да Вот так Вот ровно Так Нам их Надо Сколько Там Три Штуки Все На Все Так Три Конвейерных Соединителя Мы Здесь Ставим Далее Ну Вообще Здесь Вот Нормальное Место Для того Чтобы Воткнуть Сюда Еще И Утилизатор Только Он Правда Высокий Как Зараза Дай Проверим Вообще Он Сюда Войдет А то Может Я Хочу Впиху Не Впихуем Как Говорится Здесь Прям Вообще Слушайте Ямочка Прям Как Для Утилизатора Сделана Но Вообще Наверное Он Не Войдет По Расстоянию Или Войдет Так Войдет Или Не Войдет Не Войдет Он Здесь По Расстоянию Потому Что Чуть Повыше У Нас Но Мы Можем В принципе Его Подопустить Вниз Не Обязательно Делать Вот Здесь Мы Можем Сделать Его Чуточку Пониже Это Правда У нас Будет Еще Один Уровень Там Еще У нас Деревья Ладно Пока С утилизатором Тогда Повременим Чуть 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 С утилизатором Повременим Пусть У нас Здесь Кокс У нас Здесь Собрался Теперь Этот Кокс 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 Собрался Надо Отправить Вниз Так Отправить Его Вниз Куда То Дальше Или Пока Черт С ним Мы Не будем Пока Всякие Принципиально Шипсид Работ Ладно Тогда Давайте Пока Что Не будем Так Теперь Здесь Нам Надо Будет Спустить Где Спустить Сырую Нефть И Сырую Нефть Которую Мы Отсюда Спустим Надо Будет Распределить По Этим Вот Местам Ну Что Давайте Тогда Это Центр Да Это Центр Зашибись Ну Что Давайте Тогда Расставим Такие Вот Вешечи Здесь Так Вроде Как Я Туда Или Не Туда Запихиваю Здесь Я Запихнул Туда Здесь Вот Уже Не Туда Так Вот Мы Отсюда Удаляем Берем Новую И Идем Сюда Перейдем Сюда Теперь Идем Так И у нас Там Дырка Т Вот Она Теперь Идем Вот Сюда И Осталось У нас Еще Две Вообще Надо Было Конечно Их Ускорять Чем Больше Ускорять Я просто Здесь Не ускоряю Потому что Место И так До хрена Если Я Здесь Все Поускоряю То Будет Очень Пусто А мне Хотелось Бы Чтобы Было Ощущение Какой-то Законченности Данной Данной Картины Так Теперь Мне Надо Понять В каком Конкретном Месте Мы Будем Спускать Отсюда Нефть Так В каком Конкретном Месте Мы Будем Отсюда Спускать Вообще Мы Можем Подключить Ее Просто Тупо К этой Штуке А можем Мы ее Тупо Подключить Так Ну Отсюда Как-то Не можем Так Ну-ка Давай Нам Надо Залететь Наверх И Посмотреть Куда Ты у нас Там Зайдешь Если Я захочу Так У нас Должна Зайти Сейчас Ровно Так Вот так Вроде Ровно Теперь Нам Надо Ее Так Сделать Чтобы Она У нас Ровненько Осталась Нет По-моему Она Не Ровненько Да Она Не Ровненько Она Криво Уходит Так Тогда Надо Было Поставить Сюда Давай Тогда Вот От Этой Отплясывать В таком Случае Нам Надо Либо В ту Стую Отсюда Направлять Либо С Обратной Стороны Если Мы Направляем Вот С Вот Так А Если С Обратной То Она У нас Пойдет Через Вот Это Стекло Что Как Бы Не Есть Хорошо Я Вообще Хотел Протянуть Эту Трубу Чтобы Она У меня Спускалась Вот В этой Буферной Зоне Тогда По-хорошему Нам Надо Бы Сделать Если Я Хочу Чтобы Она Буферной Зоне Спускалась Мне Надо Буд Поставить Что Типа Того Наверное Сейчас Мы Проверим И Отсюда Тогда Захреначится Вот Так Да Вот Тогда Она Будет У меня Хреначится В этой Самой Буферной Зоне Зачем Мне Эта Буферная Зона Конкретно Я Вам Не Могу Сказать Просто Мне Вот Так Вот Хочется Чтобы Она Типа Подключалась Раньше Чем Все Остальное Так Ну Допустим Так Допустим У нас Вот Присовывается Так Поэтому Давайте Схемку Собирать Так Бочки У нас Здесь Есть Бочки У нас Здесь Есть Бочками Все Хорошо Единственное Что мы Можем Еще Сделать Дополнительно Так Чисто На Всякий Случай Это Мы Можем Зафигачить Еще Вторую Трубу Вот Отсюда И Прихреначить Ее Непосредственно Вот Сюда То есть Чтобы У нас Типа Разгружалась С двух Сторон Одновременно Это Не сильно Нужно В общем То Вообще На самом деле Для функционера Это в принципе Не надо Но Мне что-то Кажется Что В этом Может быть Что-то Прикольное Единственное Что надо Понять Как мы Можем Ее туда Спустить Чтобы Ее туда Спустить Мне Надо Будет Где-то Вот В этом Районе Это Я На Дни Прям На На Дни Надо Будет Где-то Вот В этом Районе Сделать Еще Одну Просто Дисимметрия Чтобы У нас Здесь Типа Труба Идет И здесь Труба Идет Взять Вот Такую Живот Хрень Здесь И так Куда Я там Сюда Поставил Ну да Плюс Минус Я поставил Ее сюда И Опуститься Вот Отсюда Так Сейчас Мы проверим Опустится Она Вообще Не опустится Она Опустится Просто Как Она Опустится Правильно Расположение Недопустимое Расположение Трубы Она Опустится У нас Максим Вот Сюда Да Так То есть Ча Погоди Так То есть В лучшем Случае Вот Так Это ровно Будет А это Будет Ровно Вроде Да Это Будет Ровно Ну и Ладно Раз Это Будет Ровно Ай Блин Только Единственное Что Она Наверх Да У нас Затащилась Почти Почти То Что Надо Только Нам Не Нужна Внизу Не Наверху А Внизу Так Где У меня Там Стойка Сейчас Я Стойку Поставлю Неправильно Или Правиль Не Правильно Поставим Так Все Проверка Показала Что Вскрытие Показало Что Пациент У нас Умер От Вскрытия Берем Сюда Так Подключаем Вот Эту Дич Феденька Так И Вот Этой Феденькой Дичи Подключаемся Сюда Теперь Нам Надо Будет Выкружить Ее Вот В эту Сторону Наверх Она У нас Все равно Никаким Образом Пойти Не Может Потому Что Здесь Огромный Вот Так Хрень У нас Идет Вверх Так Что Так Образом У нас Будет Сразу С двух Сторон То Пока Она Может Разгружаться Пока У нас Не Приехало Ничего Разгружается То Есть У нас На 1200 Кубов Когда Надо Будет Немножечко Подрабатывать На Этапе Разгрузки Станции То У нас Включаются Полностью Вот Эти Бочки Так Это мы Подключаем И вот Эту Хрень Мы Тоже С вами Подключаем Подключаем И Подключаем Так Принципиальная Схема Без Красивости У нас Готова Красивости Будем Делать Позже Пока Я Не Могу Сделать Полноценной Красивости Потому Что У меня Внизу Будет Располагаться Так Но С Принципиальной Схемой Вроде Как Мы Закончили Так Вот Так Это У нас Должна Пойдем Окинем Взором Так Вот Так Это У нас Будет Нефтепереработка Находящаяся Непосредственно По Так Вот Сюда Прилетаем Непосредственно Под станцией Вроде Выглядит Симпатично Сейчас Мы Под ней Еще Расположим Вот Такие Сборочные Автоматы И Вообще Будет Хорошо Трам Пам Пам Я надеюсь На это По крайней Мере Ну а На сегодня Я с вами Прощаюсь В следующей серии Тогда Мы продолжим Все Вот Это Собирать Спасибо За просмотр Если ты досмотрел До этого момента И видео тебе зашло Не поленись Что-нибудь Написать И что-нибудь Поставить Это Бесплатно И поможет Каналу Расти Дальше Уведомления Новых Видео Ты сможешь Получить Только Подписавшись И включив Несчастный Колокольчик В настройках